Всем здравствуйте, дорогие друзья! В эфире КФУ Лайф. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. Меня зовут Роман Принцков. Сегодня у нас в гостях юридический факультет. С вашего позволения представлю спикера, который будет сегодня отвечать на ваши вопросы. Это заместитель декана по образовательной деятельности юридического факультета Наиль Эрикович Хребулин. Наиль Эрикович, доброго дня, рада вас здесь видеть. До старта приемной кампании осталось меньше месяца, буквально 15 дней и вперед из песни, как говорится. Готовы ли вы сами к приемной кампании в этом году? Ну, конечно. Мы начали к ней готовиться еще в том году. И сейчас мы во всеоружии готовы встретить наших абитуриентов, максимально облегчить им вот этот путь. Сейчас я знаю, у них очень такой сложный период, довольно-таки стрессовый. Они сейчас дают ЕГЭ. Но я надеюсь, что вот буквально еще недельку, наверное, две недели им перетерпеть, переждать это время. И потом мы их ждем. У нас уже в здании Казанского университета. Ну, те, кто приедет, конечно же, на Кремлевскую 35. Ну, в том числе, можно и дистанционно подавать. Но я думаю, все эти вопросы сейчас будут задаваться. Да, пожелаем успехов всем тем, кто сдает ЕГЭ. Надеемся, что баллы будут вас только радовать. Не меньше 90 надо набирать. Так что, ребята, дерзайте. Да, лучше больше. Вопросы стандартные. Зрителей у нас становится с каждым разом все больше и больше, потому что времени остается все меньше и меньше. Поехали. Первый вопрос. Какие документы нужны для поступления? Можно ли отправить документы по почте? Изначально нужно действительно зарегистрироваться либо на сайте Госуслуг, либо на нашем сайте Буду абитуриентом. Заявление подавать, соответственно, в электронном виде необходимо. А вот что касается документов, ну, действительно, их в том числе можно отправить по почте. Можно непосредственно привезти, вот как я уже сказал, на Кремлевскую 35, и там подать эти документы. Ну, самый главный документ, это, конечно, аттестат, школьный аттестат о среднем образовании. Ну, помимо этого понадобится паспорт, безусловно. Ну, и также СНИЛС, ЕНН, то есть такие основные базовые документы. Ну, самое главное, то вот, чего сейчас, на данный момент, пока у нас еще, у наших абитуриентов нет, это именно аттестат о среднем образовании. Нужно ли сдавать какие-то внутренние испытания, помимо единого госэкзамена? Для тех, кто закончил школу и сдает сейчас ЕГЭ, конечно же, нет. Однако внутренние испытания предусмотрены в Казанском университете. Они предусмотрены, во-первых, для тех, кто закончил среднепрофессиональное образование, это всевозможные колледжи, техникумы, училища. Они могут сдавать как ЕГЭ, но для этого надо было до 1 февраля подать заявление в РАНО, и, соответственно, вот они сейчас, те, кто подавали эти заявления, сейчас со всеми в общем порядке сдают ЕГЭ. Однако можно было и сдавать внутренние экзамены, ну, вернее, можно будет сдавать эти внутренние экзамены. Там сдается три дисциплины. Это история, русский язык и правоведение. Не общество знания, а правоведение, потому что они, ну, как профильное среднепрофессиональное образование у них идет. А также вот вторая категория лиц, которые также сдают внутренние экзамены, это иностранные абитуриенты, которые могут сдавать, должны, вернее, будут сдавать историю и правоведение. Либо общество знания там на выбор. Ну, есть еще третья категория лиц, которые также заканчивали школы, которые заканчивали школы, ну, лица с ограниченной возможностью здоровья, то есть для инвалидов предусмотрено, помимо ЕГЭ, они могут сдавать у них в школах. По желанию они ЕГЭ сдают, соответственно, они могут сдавать внутренние экзамены. Едем дальше. Есть ли у вас дистанционная форма обучения второго высшего? Начнем с того, что у нас нет второго высшего. Ну, и как следствие, дистанционной формы обучения нет. На сегодняшний день, да, такой формат у нас обучения в свое время практиковался, так же, как и во всей стране, во всем мире, в период, когда буйствовала у нас вот... Бывает злосчастная пандемия. Да, пандемия, коронавирусная инфекция. И тогда, да, тогда мы целый год, даже полтора года практически учились в дистанционном формате. Потом постепенно, помимо того, как пандемия затухала, мы переходили на гибридный формат. То есть, когда часть студентов находилась в аудитории, часть студентов, соответственно, дистанционно обучалась. Но на сегодняшний день у нас только уже непосредственно очное обучение. И в исключительных случаях, а эти случаи связаны в основном для иностранных обучающихся, которые по тем или иным причинам не могут оказаться на территории Российской Федерации. Ну, границы до сих пор в связи с пандемией закрывают. Поэтому вот в таких случаях мы, да, мы дистанционное образование, обучение как бы продолжаем практиковать. Но это единичные случаи, это по общему правилу все-таки присутствует. Ну, это, разумеется, по уважительной причине. Да, ну вот эта причина должна быть объективная. Не то, что он просто уехал домой и там решил остаться. Если, предположим, ну, вот периодически, не всегда, но, например, в каком-то из городов, вот я знаю, в Китае, например, локдаун в отдельных местностях, да, не по всей стране, вот это, если в этот момент студент находился, например, на территории, ну, там, у себя дома, и ввели локдаун, ну, он объективно не может оказаться на территории Российской Федерации, вот таким студентам мы предоставляем. На сегодняшний день это буквально 2-3 студента у нас такие вот обучаются, остальные все уже непосредственно в Казани очно учатся. Пойдем дальше. Подскажите, пожалуйста, сколько бюджетных мест в юридическом факультете? И есть ли бюджетные места на направлении судебно-прокурорское дело? Ну, по направлениям тогда я сейчас раскрою. Наверное, начать надо с того, что вообще какие в принципе есть направления. Первое – это бакалавриат, классический бакалавриат, сейчас уже его можно назвать классическим. 4 года обучения по очной форме, 78 бюджетных мест по этому направлению. Также на бакалавриате есть очно-заочная, ну, или более известная, как вечерняя форма обучения. Там 25 бюджетных мест. Следующее направление – это специалитет, как раз вот то, о чем вы говорите, судебная прокурорская деятельность. Там у нас на очной форме обучения 18 бюджетных мест, на заочной форме обучения, но заочная 6 лет, соответственно, 21 бюджетное место. Помимо этого у нас есть еще педагогическое направление, два педагогических направления. Там тоже по одной группе, то есть по 25 бюджетных мест, по профессиональному обучению и по педагогическому образованию, по 25 бюджетных мест. Педагогическое образование – это преподаватель? Это учителя права, да, учителя права. Педагогическое образование с двумя профилями, там профиль общества знания и иностранный английский язык, соответственно, это учитель общества знания и английского языка. А учеба у них 5 лет, ну, из-за профиля, дополнительный профиль он на год увеличивает. Это бакалавры, это учителя. Для школ, собственно, мы готовим учителей. 25 бюджетных мест там. Второе наше направление называется профессиональное обучение. Профиль называется проведение правоохранительной деятельности. Там готовят педагогов среднего профессионального образования. То есть для как раз вот колледжей юридических, для училищ каких-то, вот если есть правовые какие-то училища, то педагогов вот для этих учебных заведений готовят. Но это именно педагогические направления, и там как раз тоже по 25 мест. До какого числа можно подавать документы на платное обучение? Прием начинается с 20 июня и заканчивается 26, то июля, июля, 26 июля, соответственно, заканчивается. То есть если мы говорим о подаче заявления, вот заявление нужно в это время подавать. Если мы говорим о том, что нужно донести аттестаты, вот дипломы, то там до как раз до первого приказа, то есть это до 2 августа, если не ошибаюсь. А действует ли как в прошлом году то, что студент автоматически подается и в оба списка, и на бюджет, и на контракт? Да, ну, там надо поставить галочку и, соответственно, в любом случае... Просто чтобы он из конкурса не выбыл. Да, 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 чтобы он не выбыл из конкурса. То есть если он вдруг по тем или иным причинам не проходит на бюджет, то, соответственно, чтобы он мог претендовать. Это же не значит, что он в обязательном порядке должен идти на контракт. Но, по крайней мере, чтобы такая возможность сохранялась, если вдруг по баллам там не будет хватать, чтобы можно было, по крайней мере, подать документы. Потому что если этого не сделаешь, ну, к сожалению, просто уже до записаться, как бы до заявиться уже нельзя будет. А будет ли повышаться стоимость обучения в этом году? Да, она проиндексирована, приказ уже вышел. По бакалавриату и юриспруденции это 190 тысяч, по специалитету 180 тысяч. Ну, я не называю там 190 тысяч, 200 там с чем-то рублей, да. Округляем. Округляем, да, округляем до тысячных. Вот 190 тысяч, 180 тысяч специалитет и по 145 тысяч педагогические направления. В сравнении с другими вузами России у нас обучение платное? Ну, в рамках разумного. Надо, наверное, сравнивать не с другими вузами страны, да. Ну, есть вузы, где стоимость обучения выше, я не знаю, там, например, МГУ, СПГУ. Это, кстати, несущественно выше. То есть нельзя сказать, что это там порядки. Порядки те же самые. Вот. Там, да, выше. Ну, в принципе, нормальная средняя рыночная цена. Если посчитать 190 тысяч на бакалавриате, это в месяц, там, где-то, ну, около 15 тысяч. То есть это приемлемая сумма, скажем так. Обоснованная. Обоснованная, абсолютно. Двигаемся дальше. Какие преимущества получает абитуриент, поступающий в юридический факультет Казанского федерального университета? Кроме того, что он будет учиться в престижнейшем вузе России. Ну, образование, качество образования, безусловно, это основное. У нас на сегодняшний день конкурентная среда. И чем выше твой уровень образования, качество образования, тем, соответственно, ты более востребованный на рынке труда. Специалисты, окончившие юридический факультет, могут работать по любым направлениям, где требуется квалификация юрист. Ну, в том числе и по тем направлениям, где эта квалификация не требуется. Все знают, что далеко не все, получая высшее образование, работают по специальности. Многие уходят в бизнес, образуют какие-то коммерческие компании, открывают. У нас таких тоже прецедентов довольно-таки много. Кто-то уходит в политику, кто-то в государственное управление уходит. То есть юрист в этом плане, он как универсальный солдат. Но при всем при этом, все-таки, конечно же, большая часть, около 80% занимаются, вернее, работают в дальнейшем по специальности. И тут возможности трудоустройства самые-самые широкие. Это как государственные органы, начиная от суда, прокуратуры, Следственного комитета, МВД, всевозможные правы и юридические управления в ведомствах, министерствах. Ну, не профильных, я имею в виду, да, помимо Минюста, само собой, Минюста уж как профильным является. Так и в коммерческих всевозможных структурах, в консалтинге, в адвокатуре, в нотариате. То есть, ну, все юридические профессии, где требуется высшее юридическое образование, соответственно, доступны для наших выпускников. И очень-очень многие выпускники, они со временем добываются довольно-таки больших высот. А на что стоит обращать внимание абитуриенту при поступлении, чтобы не было такого, что, мол, я думал, здесь одно, а по факту здесь другое, я вообще этого не хотел? Ну, вот по своему опыту могу сказать, что нужно очень четко понимать, что на юридическом факультете осуществляется подготовка по двум направлениям. Основное и самое главное, это, конечно же, юриспруденция. Это бакалавриат юриспруденции, который так и называется юриспруденция, и специалитет, который называют судебной и прокурорской деятельностью. Ну, перепутать невозможно. Но есть еще и педагогические направления, которые, ну, например, вот проведение правоохранительной деятельности, да, оно это профиль наш, действительно готовят по праведению правоохранительной деятельности, но, тем не менее, это учителя. И если требуется, например, квалификация юриста, вы хоть и учились на юридическом факультете, но квалификация педагог будет, не юрист. Соответственно, вот нужно на это обращать внимание, то есть не перепутать. Потому что, ну, такие случаи бывали, единичные, мы, конечно, приемные компании всем все объясняем, осознанно, но иногда вот студенты как-то думают, ну, сейчас мы тут немножко поменьше заплатим, но зато вроде как все равно на юрфаке учились. Ну, диплом будет немножко другой, там все-таки будет педагог написан. По форме обучения не перепутать, да. Есть очные формы обучения, на бакалавряте только очные и вечерние, на специалитете только очные и заочные. Тут не надо перепутать, куда вы планируете, туда и нужно идти. Заочные и вечерние формы, они, ну, во-первых, не предоставляют право проживания в общежитии, и они не дают отсрочку для молодых людей от призыва, от воинской службы. А очные формы обучения, все программы аккредитованы, само собой, соответственно, и отсрочка есть, и бюджетные места есть, соответственно, стипендия, как следствие, да, вытекает отсюда, и общежитие. Ну, то есть, вот, это нужно помнить. Иногда студенты, ну, желая сэкономить, как-то, там вроде и баллы поменьше, на самом деле, и на вечерней форме, и на заочной форме, не такие высокие обычно бывают баллы. Идут туда, думают, что, ну, юрфак, он и есть юрфак. Действительно, так и есть. Преподаватели одни и те же, аудитории те же самые, учебники те же самые, но объем аудиторной нагрузки, ну, конечно же, меньше на этих формах обучения. В какой портрет абитуриента на юрфак? Вот, может быть, кто-то сейчас сидит, смотрит, не знает, куда определиться, а сейчас мы его психотип распишем, и он такой, ну, да, я юрист, получается, надо сюда идти. Вот, кто эти ребята, которые вот идут на юридический факультет, чем они обладают, может быть, как-то вербально-невербально, прямая комиссия это уже замечает? Ну, на самом деле, у нас абсолютно разные абитуриенты. Я бы, первая мысль, которую вы сказали, гуманитарий. Да, у нас все-таки гуманитарное образование, хотя, с другой стороны, у нас довольно-таки много студентов, которые там, ну, заканчивали физико-математические школы, то есть у них, естественно, научные направления тоже развиты. Ну, в основном, это абитуриенты, которые интересуются историей нашей страны и вообще в целом мировой историей, которые интересуются жизнью общества, потому что, ну, общество знания – это вот наш профильный предмет, как раз при поступлении, которые видят себя в будущем какими-то правозащитниками, то есть наша основная задача – это защищать права людей, которые видят себя нормотворцами, которые видят себя правоприменителями. То есть это те люди, которые готовы, ну, всегда встать на защиту своих собственных прав, а также прав третьих лиц, то есть своих, не знаю, клиентов, если это частная сфера, или граждан, если это государственная служба. То есть такие правдолюбы, скажем так. Куда могут обрадиться абитуриенты и родители, если какие-то вопросы будут возникать? По приему вопросов? Да. В приемную комиссию. То есть у нас на сайте все телефоны, все адреса приемной комиссии есть. Председателем, секретарем, вернее, приемной комиссии именно юридического факультета является Авдонина Юлия Николаевна. Ее номер сотового телефона также на сайте юридического факультета указан. Это если по телефону, как бы, да. Также все вот на сайте есть вся информация. Ну и, собственно, непосредственно в приемную комиссию всегда можно прийти или позвонить. Она находится вот здесь, ну, в соседнем здании Кремлевской, 35. Хорошо. Вопросы у нас подошли к концу. На путстве родителям, абитуриентам времени осталось совсем немного до начала приемной кампании. Ну, первое, это, конечно же, ни пуха, ни пера. Все-таки я понимаю то, что это очень сложный, очень стрессовый такой процесс. Не переживайте, все будет хорошо. Я верю в вас то, что вы сдадите все на высокие баллы своей ЕГЭ. И, милости просим, ждем вас у нас на факультете и в Казанском университете. Что ж, большое спасибо. Наиле Викторович Хабибуллин был у нас сегодня в студии. Вам тоже успехов в приемной кампании. Надеемся, абитуриенты не подкачают. И затем мы увидим спустя 4, 5, либо 6 лет обучения хороших профессионалов, которые выпустятся из Казанского федерального университета. Спасибо. Это был КФЛайф для юридического факультета. Пишите свои вопросы. Ребята, времени не так много. Пора определяться со своим будущим и пора уже поступать. Счастливо, еще увидимся, следите за нашими эфирами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова